Здравствуйте, брат Вениамин. Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию, чтобы пообщаться на тему «Мудрая жена устроит дом свой». Тема довольно-таки контрастная, очень щепетильная и очень много споров возникает вокруг этой темы. Поэтому мы с большим удовольствием послушаем ваше мнение по этому поводу, зададим некоторые вопросы. Но для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе, и тогда слушателям будет понятнее, откуда у вас эти мысли. Мир вам, друзья, все, кто соприкасается сейчас в эти минуты с нами. Я человек очень маленький, простой, можно сказать, без какого-то особого высшего образования, но который получил определенный стержень для духовной жизни, воспитываясь в семье. Папа у меня был пастырь церкви, у нас в этой семье воспитывалось 12 детей, 11 мальчиков и одна девочка. И поэтому на плечи отца, как единственного кормильца в семье и плюс духовного наставника не только за свою семью, но и за церковь, легла огромная ответственность. И вот то, что мы увидели в жизни наших родителей, оно не прошло мимо нас. Оно дало очень серьезный, глубокий отпечаток, как резцом в нашем сердце. Мы увидели, как эти люди любили Бога и любили честно, любили искренне, любили от всего сердца. Я всегда удивлялся терпению моей мамы. Отец мой был очень, можно сказать, строгим человеком, но одновременно человеком очень доброго сердца. К сожалению, возможно, многие люди при жизни так и не сумели это разглядеть, но нам, как детям, которые воспитывались внутри семьи, возможно, это часто было скрыто от глаз людей, нам было видно это сердце, возможно, которое не было видно другим. Особенно это проявилось тогда, когда в последние уже годы совместной жизни заболела моя мама, и папа ухаживал за ней последние дни, или последние месяцы, или даже годы. Мама болела 6 лет. За все это время мы увидели абсолютно другой образ отца. Отца вот такого нежно любящего, отца заботящегося, отца, который, казалось бы, как бы, может быть, запоздал и что-то пытался отдать, или вернуть, или восполнить. И как он нежно это все делал, с какой любовью он кормил ее с ложечки. Это были какие-то такие трепетные отношения, которые не прошли мимо нас, мимо детей, хотя уже взрослых и имеющих свои семьи. Поэтому, воспитываясь вот в такой семье, где нужно было проходить тяжелые годы, времена страданий, гонений, времена, когда верующим в бывшем Советском Союзе было довольно-таки сложно. Нас не принимали в музыкальную школу, никого. Нам не давали возможности учиться в никаких высших учебных заведениях. Естественно, от этого мы не выросли тупее, глупее, я бы так сказал, необразованнее, возможно, других. Почему? Потому что надеждой нашей был Господь. Да, при определенных обстоятельствах обратно-таки Господь разрешил эти узлы. Мы смогли и учиться и в музыкальной школе, и некоторые могли учиться, может быть, немножко и дальше. Но вот сама вот эта жизнь внутри семьи, и как отца, и как служителя, она поражала нас. Она поражала своей жертвенностью, своей любовью искренней от сердца к Богу. Она поражала нас своей бескорыстностью. И нам всегда как-то хотелось быть немножко похожими на нашего папу. Но, как очень часто бывает, за очень сильным мужем стоит, возможно, еще более сильная жена, женщина. Мама была довольно-таки хрупкой, довольно-таки, ну я не скажу болезненной, но как и обыкновенная женщина, которая переносит трудности, может быть, болезни, все-таки родив 12 детей, это не так просто. Но вот как раз вот эта неподкупная жизнь, их отношения друг с другом, она стала для нас вот этим вдохновителем, или я бы так сказал толчком, к тому, чтобы мы захотели, когда уже их не стало сегодня, ни папа, ни мама, нет, когда их не стало, чтобы нам научиться подражать им. Как написано в Писании, что поминайте наставника ваших, которые вам проповедовали Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вот эта вера, она была видна каждый день. И очень часто в нашей семье происходили вещи, которые, ну, даже папа не знал. Папа зарабатывал, приносил, как бы, деньги домой, был кормильцем семьи, но мама очень часто, будучи человеком сверхдобродетельным, искренним, отзывчивым и гостеприимным, она очень многое пускала этот хлеб, как бы, по водам, потому что по прошествии многих дней оно возвращалось с прибылью опять. И вот такая жизнь, богобоязненная, богоугодная, привела нас, детей, к пониманию, что мы тоже хотим так жить. То есть у нас нет другого пути, у нас нет другого выбора. Мама моя воспиталась практически без папы, потому что во время войны отца забрали, посадили на 10 лет, и дети больше никогда не видели. Воспитывалась в большой семье, и одна мать поднимала всех на ноги. И поэтому, по всему видимо, вот этот, может быть, недостаток, где-то восполнял уже мой отец, когда они соприкоснулись вместе по жизни, как семья. Бог подарил, я сказал, им детей, и их пример поразил нас. И мы сегодня, уже имея свои дети, мы хотим быть похожими на них. Почему? Потому что это первые люди, которые показали нам Христа, которые рассказали нам о Христе, которые нас привели ко Христу. Естественно, Божья милость в том, что все дети их сегодня с Господом, Божья милость в том, что все дети их верующие. И это благодаря, благодаря мудрости моей мамы, она имела близкое отношение с Господом. И очень часто, возвращаясь глубокой ночью, возможно, домой, мы видели то, что мама уже заснула над открытой Библией, настольная лампа была включена. Она при всей занятости, при всем труде, при всем она находила вот эти тихие минуты, для того, чтобы после этих трудностей жизни семейных восполнять вот этот недостаток, возможно, духовной близости с Богом на протяжении дня, вот глубокой ночью. И это поражало, это сражало нас просто. И, естественно, вот мудрые ее поступки, когда очень часто отец наказывал нас, да, папа нас наказывал, потому что мы зарабатывали. Мама очень много не говорила отцу, и, возможно, правильно делала, иногда нет. Ну, иногда она старалась и пожалеть нас, и вступиться, когда папа наказывал. В таком случае мама просто уходила в сторону. Вот эта мудрость матери, она уже потом передалась, так сказать, когда мы начали искать, наверное, наших жен. Ну, что мы тогда знали? Практически ничего. Были молодые, неопытные, может быть, мы и сейчас такие, но с Божьей помощью мы стараемся идти. И уже имея свои семьи, мы создаем этот семейный очаг, вот этот семейный алтарь, и благодаря уже нашим женам мы тоже растем. Растем вместе с нашими детьми, и они растут, и мы растем. Они воспитывают нас, мы воспитываем их, и вот так продолжается наша христианская жизнь. Спасибо. Слушая вас, я понимаю, сделала для себя такой вывод, что вы где-то очень скромный человек. Почему? Потому что я, когда задала вопрос, расскажите нам немножко о себе, вы рассказали очень много о своем отце. Я могу еще сказать, что вы очень его любили и любите, и воспоминания об отце вот греют вам душу. Может быть, я ошибаюсь, но все-таки на сегодняшний день ваше имя Вениамин Назарук, да, в том, что мы вас не представили, вы являетесь членом какой церкви? Вот где вы сейчас находитесь, и какое служение вы там несете? Да, я действительно Вениамин так назвал меня мой отец, моей мамой. Я себе имя не выбирал, так как я и не выбирал родителей себе, как я не выбирал себе фамилию, и как я не выбирал себе родственников. То есть я это все получил, когда я пришел в этот мир. И, как правило, очень часто тогда, как мне рассказывали родители, они называли нас детей в честь каких-то своих друзей. Там моего брата Геннадия они там назвали в честь одного какого-то известного там брата. А моего брата Георгия, скажем, Жора, как мы по-простому говорили, они назвали в честь какого-то другого брата. Мою сестру единственную, Наташу, они там назвали в честь дочери какого-то там тоже известного брата и так далее. То есть вот это имя, почему они мне его дали, не знаю. Библейское имя Хорошее имя, скажем Я с этим именем живу Но вопрос в том Не какое красивое у тебя имя А вопрос в том Что стоит за этим именем Да, моя фамилия Назарук Как одна из многих украинских фамилий Которая заканчивается на Ук-Юк Или О, или Ко Это ни о чем не говорит Обратно-таки вопрос стоит Что не Как говорят в народе Не имя красит человека А человек красит имя Поэтому для меня намного важнее Не какое имя мое А что стоит за этим именем Что кроется Какой человек, какая личность Какая сущность И может быть даже Человек мог бы иметь имя Иуда Но за этим прекрасным именем Показать не совсем прекрасным именем А стоял бы прекрасный человек Или это был бы, может быть, там Понтий Пилат какой-то Или еще что-нибудь Наверное, разницы нет Важно все-таки Что представляет из себя этот человек Который носит любое имя Ну и что же представляет собой Вениамин Назарук? Я представляю собой Обыкновенного земного человека Я сказал, который родился В христианской семье Получил, так сказать Вот эту первую весть Об Иисусе Христе От своих родителей Который женился в 26 лет На прекрасной девушке Из центральной части Украины Ее зовут Оксана Бог подарил нам пятерых замечательных Просто изумительных деток Которых мы очень любим И стараемся, чтобы они в своей жизни Тоже смогли познакомиться с Господом Настолько близко Насколько знали этого Господа Их дедушки, их бабушки Их родители, отцы, матери И в данном случае идет речь о нашей семье Мы хотим показать им, нашей семье Что есть единственный верный путь Есть единственное верное решение Это связать свою жизнь с Господом Мы делаем со своей стороны Вот с Оксаной все возможное Для того, чтобы это произошло Остальное за Господом Мы хотим показать Христа в нашем доме Вот Да, они не принимали нас Я сказал, что нас не принимали В музыкальной школе Но была такая возможность Когда однажды Троих из нашей семьи Приняли одним из этих троих Был я Вот Я отучился 8 лет В музыкальной школе Хотел, не хотел У меня уже выбора не было Потому что нужно было Вот И закончил я музыкальную школу По классу скрипки На скрипке Наверное, больше после этого не играл И не играть Зато По стечению обстоятельств И, наверное, по роду сложений И остальных Я освоил немножко других Несколько музыкальных инструментов И с 12 лет я играл в духовом оркестре И занимался духовым оркестром До уезда в Америку я 8 лет Был регентом церкви Единственным после смерти Трагической моего брата Которое случилось ровно через день После нашей с Оксаной свадьбы И, так сказать, сегодня я живу в Ванкувере В штате Вашингтон Членом церкви я нахожусь В Грейславе, в Баптисчерч Это по-простому, если говоря, церковь благодать С тех пор, как мы приехали в Америку В 2001 году После нескольких, так сказать, переездов туда-обратно Мы ни в какую другую церковь не переходили Мы так и есть На сегодняшний день там Мы не говорим, что если Господь куда-то нас позовет И будет нужда И мы будем нужны Господу Что это самая последняя точка И самое последнее место, где мы на этой земле остановились Но на сегодняшний день мы там В церкви я делаю то, что я могу В определенный момент Господь не только к музыкальному служению Меня направил или приобщил, я бы так сказал Ввиду необходимости сначала А потом уже и призвание И уже зова сердца На каком-то определенном этапе Господь побудил меня Читая Писание, начать проповедовать И с Божьей помощью я начинал Я понимаю, помню как это было Это было очень робко, очень так скромно, наверное Очень так стеснительно, возможно, в страхе огромном Это не говорит о том, что сегодня, скажем, я проповедую Я понимаю, что я делаю И я понимаю, что за каждое слово, которое я говорю перед обществом людей Я несу ответственность перед Богом Поэтому вот то, что я делаю Естественно, занимаемся с нашими детьми прежде всего В нашей семье И мы стараемся, чтобы наши дети получали определенные даже образования Хотя бы музыкальные, которые мы в свое время не могли получить И это одна из возможностей, которые сегодня есть в этой стране И мы должны это использовать Мы не жалеем, не тратим ни сил, ни денег, ни времени, ничего Мы не считаемся ничем Мы думаем о будущем Мы думаем о наших детях О этой инвестиции, которая самая ожидаемая, прибыльная, я бы так сказал Потому что вкладывание в детей, оно всегда вернется благословением и радостью Вот этого мы хотим Не жалеем ни себя, ни сил, ни средств Во всех остальных мероприятиях по силе возможностей мы трудимся Но приоритет сегодня, скажем, для меня это служение слова И музыкальная часть, которая больше фокусируется, скажем, на моей семье За многие годы нашего христианского пути По Божьей милости мы старались петь Насколько я себе помню К этому приобщила нас мама и папа Эти обои людей, они пели в хоре И они старались, чтобы и их дети Поэтому в семье практически все, практически все связаны с музыкой Мало или в большей степени, но связаны с музыкой И регента, и дирижеры, и так дальше И музыканты, и оркестранты Вот, и то, что мы сейчас, скажем, делаем с нашей детворой Поэтому за эти время, за эти годы, наверное, с конца 90-х годов Бог подарил возможности писать многие христианские песни Некоторые из них и в сборниках, некоторые поют И они, в принципе, для того пишутся Для того, чтобы люди их знали, пели, благодарили Господа И они кому-то служили назиданием То есть я правильно поняла, вы музыку пишете? Или вы слова пишете тоже? Иногда мы пишем и слова, иногда музыку, иногда и слова, и музыку Мы — это кто? Мы — это кто? Несколько песен принадлежит моему меньшему брату Да, в основном, обратно такие В основном это мое И я нигде не афишировал, ни один раз, никогда не писал Нигде, что вот это такая-такая песня Она принадлежит вам, авторские права Вот, например, как вот сегодня мы сказали Что как раз несколько дней назад буквально мы новую песню написали Она сегодня впервые прозвучала здесь Ну, пусть вся слава будет Господу Конечно, конечно Это очень интересная какая-то деталь о вас Вот, может, мало кто знал Поэтому спасибо, что вы поделились Больше, да, больше нас знают, наверное, по интернету Или по... Как трио на за руку Или просто как на за руку Или семья на за руку Вот, и люди очень часто звонят с разных... С разных уголков земного шара И мы даже это не знаем, и слава Богу, что мы это не знаем Мы где-то узнаем это только в вечности Они благодарят Господа за то, что какими-то песнями... Ну, например, один из моментов Одна женщина молодая как-то подошла ко мне в одной церкви Она сказала, что когда она носила ребенка И была 9 месяцев беременна Она все 9 месяцев жила песней на ладонях Как его твое имя начертано было И так, знаете, как-то до слез приятно Не то, что тебе приятно А что кто-то смог получить что-то Какую-то поддержку, какое-то ободрение Какое-то утешение в этом И за это уже слава Господу Да, и что ты сделал то, что должен был сделать Да, да И это кому-то послужило назиданием То есть мы не хотели оказаться как людьми, которые получили что-то от Господа В итоге закопали это все Да Сейчас мы много узнали нового Спасибо большое, что поделились И потихонечку перейдем к теме, которую мы уже озвучили в начале Мудрая жена устроит дом с твой Или устрояет, устроит Устроит Как-то в будущем оно звучит И когда читаешь эти слова Мне как женщине Я со своей позиции скажу И потом вы уже со своей стороны Пожалуйста, вбейте такой гвоздик в это все Потому что я слышу в этом Очень серьезное предостережение Мудрая жена устроит дом свой А глупая своими же руками разрушит Я помню, что лично для меня самой Эти слова послужили очень серьезным таким девизом в жизни И мне вот как бы вопрос даже родился Сегодня озвучивали его Чтобы не дай бог не оказаться в стане глупых Делаешь все возможное, чтобы все-таки нести это звание Хотя по своей, может быть, сути Человек, он может быть более Кто есть поскромнее, поспокойнее Кто есть более живой, более активный И все время ищешь этот критерий А где он? А что он? И ты все время в каком-то напряжении находишься И не дает ли это место из Писания Все-таки повод Многим братьям, многим мужьям Где-то слабинку себе находить Тут о женах написано И вообще мужьям ничего не написано о мудрости Вы устрояете дом и устрояете И все на вас Вот такой вопрос как бы он все время двоякий И дело в том, чтобы не было того, что женщины Не понимая до конца Писания Чтобы они не несли ношу, которую они не должны нести Что именно вот как по вашему мнению Подразумевается в этом отрывке И если можно так вот коротко Сказать эту тему сейчас для всех нас, кто слушает Ну, действительно, тема очень важная Тема очень актуальная Тема с последствиями Почему? Потому что от сути зависит результат И когда мы читаем этот текст Писания, который озвучил, скажем, в притчах Что вот как раз мудрая жена, она действительно не будет пытаться Не может быть Вопрос идет о завершенном деле Если мы говорим о том же, кто такая мудрая жена Мы говорим о том, что прежде всего Это та женщина, которая понимает Бога Или старается понимать Бога Она пытается познавать Бога Чем больше она познает, соприкасается с этим Богом От которого источник мудрости Она понимает, с кем она не имеет дело И вот это состояние, оно приводит ее к естественному трепету перед этим Богом По идее, это то, что должно происходить с каждым человеком Потому что вот в Писании, когда мы читаем Многие люди, которые только со славой даже Божией Где-то как-то соприкасались Они падали перед этой славой низ, как мертвые И вот чем ближе мы к Богу Чем мы понимаем ближе Господа Его суть, Его сущность Его сердце, Его характер, Его природу Тем больше восхищения Он у нас вызывает Тем больше уважения И тем больше Он авторитетней встает для нас И вот это слово, Его теперь для нас что-то значит И вот жена, которая мудрая жена А мудрость это наличие, присутствие Божьего страха В каждом конкретном действии нашей жизни Она приходит как раз от этого единого источника От Божьего сверху Потому она называется мудрость свыше Свыше от Бога И вот женщина, которая положила для себя Посвятить себя благочестию Женщина, которая положила для себя Бояться Бога Она всегда будет по Писанию Названа мудрой женщиной От нее будет зависеть Вот этот конечный результат В семье Естественно Потому что семья это союз Добровольный союз Вот одиноких, разных, разнополых Вот таких людей Соскучившихся, возможно, да По общению, по жизни Которые им плохо было одному Вот соединившись вместе Они представляют, как мужчина и женщина Они представляют перед Богом семью И вот Бог, когда в Своем задуме Когда Он творил семью Он возложил определенные обязанности То есть мы получаем какие-то права Но вместе с тем мы берем какие-то обязательства на себя И они четко озвучены в Писании Обязательства мужа Он является священником, но прежде всего Он предстоит пред Богом Он духовный лидер Он является вот этим пресвитером церкви домашней Который заботится об устроении Вот этого семейного алтаря Он заботится о том, чтобы на жертвеннике горел огонь Он заботится о духовном воспитании своих детей И не только детей Но и возрастании своей жены Он, как тот главный, который является тягачом Он берет от Бога на себя Эту ответственность, которую на него возлагает Писание Если он пытается увильнуть от этого Вопрос не стоит о том, кому мыть посуду Вопрос не стоит о том, кому вынести мусор Вопрос не стоит о том, кому выписать билл или чеки Здесь абсолютно не об этом вопрос идет Вопрос идет о том, как устроить внутреннюю жизнь Своего дома, своей семьи так, чтобы этот дом не развалился Чтобы этот дом стоял Чтобы этот дом утверждался Чтобы этот дом созидался И в конечном итоге Чтобы он устоял, когда придут испытания И вот как раз отличие мудрой жены в том Что когда всякие вещи в жизни происходят Моменты происходят Вот она, получая мудрость от Бога Она знает, как сориентироваться Мы очень часто называем, чисто по жизни Говорим, это какая-то женская интуиция Или какое-то пятое женское чувство Далеко нет Если женщина-христианка имеет контакт с Господом Вот есть у них это Вот вразумление от Бога происходит Это реально, это действительно факт И муж, он не имеет никакого права Ни морального Ни перед Богом, ни перед людьми Уходить от прямых, возложенных Богом на него ответственностей Более того, он является главным добытчиком Так сказать, пищи или кормильцем семьи Никак не... Она помощница Она может ему в этом где-то как-то помогать Но она не является главным в этом И никогда не станет главной в этом Почему? Потому что это обязанность Бог возложил на мужа Но она, как мудрая жена, знает, как мужу помочь Может быть, как его где-то разгрузить Как его где-то нагрузить Она знает, как разрулить определенную ситуацию Какую-то трудную, сложившуюся И вот очень часто мужья проигрывают Когда они не прислушиваются К тому, что говорит жена А очень часто через жену говорит Господь И мы проигрываем очень часто, как мужья Если мы все-таки делаем по-своему Поэтому вот мудрая жена Она все-таки будет выносить От Божьего присутствие Божье И это будет видно и слышно Это сразу будешь чувствовать Когда вот ты с ней соприкоснешься Вот даже по речи Даже по разговору Почему говорят в народе так Заговори со мной, чтобы я тебя увидел То есть от избытка сердца говорят уста Поговорите с человеком 20 минут, полчаса И вы поймете, чем наполнено его сердце Вы поймете, чем он живет Или там одна сплошная пустота Или там все-таки есть что-то вот это возвышенное Божье, что-то небесное И ты соприкасаешься с этим человеком Ты понимаешь, он соленый Он Божий Он святой Там где-то наполнено вот этим Богом и Божьим Его сердце Это признак мудрой жены Мы сегодня, как бы сказать, привыкли к такому более поверхностному христианству Легкому, я бы так сказал Облегченному христианству Мы привыкли решать быстро Привыкли решать без Бога Привыкли решать по-своему Без молитвы Не вопросив у Господа И проигрываем Потом думаем, почему не клеится Потом думаем, почему валится Потом думаем, почему отношений нет Потому что вот эти зажженные настольные лампы по ночах Я практически, наверное, не замечаю уже во многих христианских семьях Что когда все стихает Вот тогда, в принципе, я бы так сказал Самое лучшее время для подготовки к проповеди у меня ночью Когда абсолютно все, все тихо Миксеры, дешвашеры, стиралки Когда дети, жена, когда все стихает в доме Когда ты можешь настроиться на вот эту Божью волну И принять вот этот... Почему Христос уходил после вот этих дневных Так сказать, тяжелых, изнурительных будней своего служения Почему он уходил на Гуру? Не то, что мы назовем таким словом Ему нужна была подзарядка или перезарядка Но ему нужно было поговорить с отцом Ему нужно было получить необходимые силы Для того, чтобы он завтра смог идти снова в бой Вот так, в принципе, и наша жизнь должна быть сосредоточена Поэтому мудрая жена, она знает, как правильно все-таки сориентировать И даже своего мужа, когда он, может быть, пытается увиливать Или как-то уйти от самых прямых своих обязанностей И разумный, мудрый муж Если дело, говорит жена, он обязательно прислушивается Обязательно прислушивается Если она говорит, что мы недавно уже не читали с детками Библию Если она говорит, что мы давно не пели уже в доме нашем Если она говорит, что мы так сыровато уже, так холодновато Что вот так живем, просто ничья жизнь не отличается, как от соседей Просто мы верующие, они не верующие Мы в церковь ходим, они нет Они там ругаются, но мы так открыто нет И тогда, но жизнь такая серая, неинтересная, будничная Вот такая полухристианская, полуживая Почему? А ведь все это ответственно не нужно И вот если жена чувствует вот эти тревожные звонки Что уже похолодало в доме Что уже дети неуправляемые Что уже все как-то валится Есть причина И мудрая жена, зная, где причина Потерян семейный алтарь Потерян огонь на жертвеннике То, за что должен был отвечать муж Колбаса хорошо, мясо еще лучше Но когда этого нет в доме Когда вот этого огня на жертвеннике нет За что несет прямую ответственность свой муж в семье Вот как раз это плохо Поэтому мудрая жена, она постарается все-таки Если муж ничего не предпринимает со своей стороны Да, не секрет Что очень часто это берет в свои руки женщина И правильно делает Почему? Она спасает свой дом Она спасает свое счастье И не только свое, но и своих детей Чтобы хоть как-то восстановить Чтобы как-то разрулить Чтобы как-то поправить Чтобы как-то спасти Она будет делать все со своей стороны возможное А там смотри, может и муж проснется Дай Господь, чтобы так было Спасибо Тема, да, действительно очень как бы щепетильная В плане того, что она двоякая Все равно всегда Каждый останется при своем мнении Где-то жены где-то останутся при своем мнении Где-то мужья останутся при своем мнении Но слово Божье говорит четко Да, то есть там не нужно и догадываться Написано «устроит» Значит, больше, насколько я поняла Здесь идет внутреннее устройство семьи Не духовное даже А душа дома Да, как бы на жене На ее плечах А если возможно Как бы сейчас чуть-чуть практической стороны коснуться Я зачитаю несколько таких вопросов Или примеров Вы как бы прокомментируете их со своей стороны В плане того, что Как вы думаете, что бы мудрая жена правильно бы сделала Потому что примеры довольно-таки интересные Как бы из жизни взяты И глядишь, и мы получим какое-то назидание Молодая пара поженилась И у них началась совместная жизнь Много чего они начали открывать друг для друга Много у них молитв Много нового начали видеть Но не тут-то было У обоих-то сторон есть близкие и родные Которые так заботятся о своих детях Ну, знакомая история, правда? Вначале молодым это все на руку Почему бы и нет? Им приятна эта помощь Но со временем муж и жена приходят к тому Что еду может приготовить одна из мам А всякие мелкие работы по дому Может сделать один из пап И постепенно муж все чаще и чаще обращается к маме За тарелочкой супа там или еще чего-то А жена все чаще и чаще обращается к отцу К своему Чтобы он там что-то подкрутил, подчинил И оно как бы входит в привычку И, казалось бы, мелочь Да? Но Незадача мира нет Все чаще и чаще слышны претензии друг к другу Какие-то обиды Все чаще и чаще они отдаляются друг от друга Потому что нет особой нужды У меня есть мама, у меня есть папа И получается, что вроде Писание учит почитать родителей А почему-то возникает момент Когда понимаешь Родителям надо жить отдельно А молодым отдельно Итак, какие-то вот вопросы Какие должны быть действия мудрой жены В данном примере И как правильно поступать со стареющими родителями Чтобы не ущемились их права И в то же время, чтобы не порицалось Слово Божие Где четко написано Что оставит отца и мать И прилепится к жене Очень интересная ситуация Я думаю, что она для многих знакомая Она знакома в том, что Родители Не хотят Отпустить своих детей Столько лет, столько времени Это как, знаете, плоти от плоти Кость от кости Твое родное Ты воспитывал, ты вкладывал Ты себя не щадил, так сказать И вот кто-то пришел Кто это все похитил И вот эта рана какая-то Она очень часто у многих не заживает По жизни Слезы, кровоточи где-то И у кого-то проходит У кого-то нет Одна единственная деталь Которую должны понять Которая основополагающая Является здесь Что оставит человек Отца и мать И прилепится к жене С это появление И будут двое, одна плоти Оставит Он оставит географически Оставит материально Оставит физически Бывают сложные моменты жизни Когда на первых где-то Каких-то парах Другого просто выхода нет И скажем И молодой семье Приходится жить где-то в родительском доме Какое-то время Это было Это и в нашей семье так было Мой брат, мне кажется С женой лет шесть Пока они строили свой домик Они в маленькой комнатке жили Где рождались у них дети И так далее Вот когда родители хотят Помочь детям Они могут им помочь В одном случае Когда и дети об этом попросят Мой отец всегда учил меня Он говорил Что не будь добрым Тогда, когда тебя не просят Я не против борща И я не против всего того Что может приготовить Одна из мам Но это должно быть Строго добровольно Строго безусловно Просто от доброго Чистого сердца Это не говорит о том Что эта мама Будет продолжать варить борщи Скажем Для меня Для моих детей Сколько я буду жить Или сколько она будет жить Если она хочет помочь Она может это сделать Но без всяких на то условий Почему случаются трагедии Педы Потому что мне кажется Что в момент Вот этого образования Новой семьи Не была отрезана пуповина И вот когда она не была отрезана И кто-то остается на этом шнурочке Или сын Или дочь Это принесет Со временем проблемы Обязательно Это принесет Со временем проблемы Мы не против помощи Забота Которая остается у родителей Она больше превращается Теперь из Так сказать Верховенства Власти В душепопечительскую Я бы так сказал Заботу В молитвенную поддержку детей В наблюдательный пастырский Вот такой как бы надзор И вот они с этой стороны Они наблюдают Смотрят Не имеют права Не вмешиваться Не влазить Пробовать что-то разрешить Там залезть в клозет какой-то Или по кастрюлям полазить Или залезть в холодильник Там и так далее Это отдельная семья Они никогда не станут на ноги Если им не дать возможности жить Вот почему люди учатся плавать Потому что их однажды Может быть кто-то толкнул Потолкнул И он начал грести Если он не начнет грести Он утонет Вот так и молодая семья Если они сами Не начнут Притираясь друг к другу А практически Это происходит Очень остро В самый первый год Он самый тяжелый В этом плане Когда два чужих человека сходятся Неплохо Когда папа Может что-то помочь Но папа может помочь в том случае Когда я уже не могу И ситуация Эмэженси такая Ситуация такая Срочная Что ну Просто безвыходная И папа помоги Но когда это отец делает регулярно Когда он не вылазит С этого гаража Когда он не вылазит С под этой машины И так далее И так далее Прежде всего Он лишает меня Быть хозяином в доме Быть мужчиной в семье Быть мужем Для своей жены То есть я имею Вот этих нянек Так сказать Которые Как Как региверы Возможно Ходят И то поднеси И там принеси И здесь И здесь Унеси И так далее Вот Они имеют право помочь Но тогда Когда их об этом попросят Почему? Потому что Их власть закончилась С того момента Когда образовалась Эта новая семья Дайте им возможность жить Пустите их Пусть они идут Пусть они образовывают Своё гнёздышко А вы наблюдайте Молитесь Попросят вас о чём-то Помогите Почитание И повиновение родителям Это разные вещи Потому что Даже вот Когда уже родители Старенькие Я вот думаю Очень часто Ещё есть Какая одна беда Что родители Продолжают Воспринимать Своих детей На уровне Второго класса И им кажется Что их 50-летняя дочь Осталась той же Маленькой девочкой Которая там Возможно Посла корову Когда-то Или ещё что-нибудь Вот в таком И она Ей То туда То туда То сюда То туда Извините Она взрослый человек У неё своя семья Мама это не может понять Уже будучи пожилой женщиной Она не может с этим согласиться Что И Как-то однажды Помню Я в разговоре С С моей тёщей Я как-то попытался Ну В нашем Таком семейном кругу Ну Как бы сказать Расставить Некоторые Точечки Вот такие И я сказал Что Во-первых Она моя жена Во-вторых Она ваша дочь То есть Она никак Не ваша дочь А потом моя жена Она моя жена А потом ваша дочь То есть Ваша власть Как бы над дочерью Закончилась тогда Когда она стала моей женой И мы в состоянии Если мы замотались Если мы закрутились Если там Ну какое-то ЧП произошло Мы не смогли Мам Помогите Нормальная мама Нормальная мама Она всегда поможет Я встречал ненормальных мам Которые Остались По букве бабушки Но не по духу То есть Она говорит так Я своих выненчила Вы своих сами нянчите Вот Но нормально Бабушка при нормальных отношениях Она всегда будет открыта Она всегда будет готова помочь У нее сердце всегда расположено Почему? Потому что это ее радость Дети Внуки И так далее То есть Иногда Иногда мы можем даже не запрещать Делать то что они хотят Но Если это будет идти в ущерб отношениям семье Мы должны перекрыть здесь Не то что там кислород Воздух Доступ в дом Но поставить все правильно Конкретно На место Она моя жена Это ее обязанность А я ее муж Это моя обязанность Вот Потому что если папа будет приходить в дом Не так давно мы попытались достроить К старенькому домику Еще немножко К нашему сыну Я ему сказал Знаешь сынок Очень хорошо Что я это сделал Еще когда ты не был женат Почему? Потому что ее нет здесь А если бы она пришла сюда Она сказала Мне это не нравится Мне то не нравится Мне вот так бы это сделать Это туда А так она пришла Она готова Пусть радуется Пусть благодарит И дальше живите себе А потом делайте все что хотите Строите Перестраивайте Там и так далее То есть Вот эти отношения Нужно выстраивать Жаль Очень жаль Что вот как раз Многие пожилые люди С этим никак Не могут смириться Что их власть В этом плане Закончилась Они стараются Продолжать вот так Давлеть Властвовать Командовать Им кажется Что они ничего особого не делают Они ничего не говорят Они ничего не сделали Все кипит вокруг А я ничего не делал Ничего Достаточно там Слова одного И все И все закипело Поэтому вот в этом плане В этом плане Все таки нужно Отделиться И правильно делать Те люди У которых есть возможность Которые с первого дня Мы ушли с женой С первого дня На квартиру Да мы платили за это деньги Да может быть Где-то оно там Как-то нам было накладно Но мы с первого дня С Оксаной ушли На квартиру И мы в этом выиграли Почему? Не было никого рядом Не было никого рядом Да Она мне как-то говорила Если бы ты знал Сколько продуктов ушло Почему? Потому что она вырастала Там где была бабушка Там где была мама И практически кухни Ну подхода как особого не было Она говорит Если бы ты знал Сколько ушло Вот этих продуктов Поэтому отдельная жизнь Это благословенная жизнь И кто вкусил это Он не променяет уже Вернуться куда-то там С родителями жить Там и тогда Он любые деньги будет платить Но у него это маленькое Гнездеское счастье Где он себе Может чувствовать себя счастливым И вместе с ее женой Спасибо И еще один вопрос Это уже о мужчинах В семье шестеро детей Где первые пятеро детей Это девочки И последний мальчик Воспитывается пятью няньками Он младший Он понял Что его с его мнением Никто и не спрашивает Никто и не считается И что для принятия решения Есть женщины И при том не одна Все что ему остается делать Это доверить себя В надежные женские руки Приходит время Он вступает в брак Супруга парня Ожидает от него Соответствующего поведения Но не получивший этого навыка На его испеченный муж Даже и не представляет Что же от него вообще хотят На жену возлагаются Все обязанности Которые должен нести он Она выписывает билы Она вдохновляет мужа Чтобы он брал на себя Ответственность В принятии важных решений Воспитываются дети Обслуживает домашних В общем она делает все Буквально имеет власть Над домашними Над мужем Над всем Потому что Он так воспитывает Ему так было удобно Ну что же должна В этом случае сделать Мудрая жена Ну и может быть Найти какой-то пример В писании Если есть Я не знаю Ситуация очень простая У нас немножко было по-другому Скажем Я был восьмой в семье И До меня было шесть мальчиков Потом одна девочка Немножко по-другому Этот вопрос Ну когда пять девочек Я просто скажу Что это Прямое упущение отца Или такое впечатление Что этих пятерых девочек И этого мальчика Воспитывала мама одиночкой Что папа не был дома Или если папа был То он не сделал то Что должен был сделать Любой Или мама Я скажу себе Больше любого отца Почему Почему Потому что Любая мать Любая мать Она хочет Иметь дочь Любой отец Он хочет иметь сына Почему Потому что Это наше прямое выражение И вот как раз Девушка Которая Скажем Встречается там С каким-то парнем И смотрит на него На него образ Она всегда Вот когда она смотрит На мужчину У нее всегда В ее сознании Всплывает образ ее отца Ассоциация Вот когда она Выбирает мужа своего Вот она В ее ассоциации С образом ее отца В представлении Она сравнивает И вот прямая Обязанность отца Даже если там Один мальчик Даже если он последний Разницы нет Даже если там Девочки были В семье должен Вырасти мужчина Не женоподобный Мальчик Какой-то А должен вырасти Мужчина И вот это Как раз Обязанность отца Отец должен был Научить его Держать отвертку В руках Отец должен был Научить его Скажем Что открыть капот Что такое Аккумулятор Что такое генератор Как колеса Прикручиваются К машине Отец должен был Научить его Пилить пилой Отец должен был Научить его Некоторым вещам Которые Ну как бы Чуждо девочкам Вот Девочки Они более такие По дому По хозяйственной Женственной Скажем Кухня там Может быть И все такие вещи Хотя Хотя Любой Уважающий Себя мужчина Должен Мало-мальски Уметь на кухне Работать Почему Это приятно Его жене Он никогда Ей не будет мешать Но ей приятно Когда он поможет Ей Ей приятно Когда Он попробует То что она сделала И вот этот мальчик Скажем Который вырос Таким паенькой Вот в этом Как раз Виноват был Его отец Отец Не вложил В него Нечто мужское Нечто то Что Или он может быть Не видел это В своем отце Когда они жили В этой семье Мальчик Который вырастает В присутствии мужчины В присутствии отца Он должен быть Этим отцом Но поэтому Отец Должен его брать С собой Всегда Туда куда он идет К примеру Даже если отец идет На рыбалку Он должен его взять с собой Он должен показать ему Удочку Он должен показать ему Крючки и червяки Он должен Он должен научить его Этим вещам Он должен научить его К примеру Водить машину Он должен его научиться Он должен его научить Разбираться В каком-то строительстве В каком-то мелком ремонте По дому Это не обязательно Что он должен Стать огромным строителем И таким уже Билдером Скажем Нет Но это обязанность отца И в любой семье Тогда Этот мальчик Даже в присутствии Девочек Он вырастет Мальчиком Он вырастет Будущим мужчиной Который в способство Или в состоянии Будет за собой Потом повести семью Стать лидером Как бы в этой семье Но может быть В этой семье Мама тянула Все на себе Возможно И у него Нет куда было Взять этот пример И поэтому Вот это давление Которое оказывали Вот этих шесть Женских особей Оно было настолько сильным Что подавлялось В нем Все его мужское И он не видел Себя как реализатор Потому что Все решала мама Возможно Все решали сестры Возможно За него Вместо него От него И так дальше Это неправильно Это упущение Прямой отца Мудрая жена Если мы говорим Мудрой жене Она всегда скажет Слушай, Коля Петя Вань Болтух растет Какой-то у нас С тобой Ничего не может Не гвоздя забить Не-не Делай что-то И папа Должен что-то делать То есть Как бы Мудрая жена Она в любом случае Даже если Этого отец Не замечает Или не хочет Или нету Времени Она где-то Как-то будет Мужа своего Поталкивать Что миленький Родной Пусть он не растет Таким размазней Пусть он Какие-то Мужские качества Может ты его Где-то в баньку Возьми с собой Может чтобы он почувствовал Что такое температура Что такое удар веника Может быть он почувствовал Что такое там Пробежаться утром Несколько километров Что-то Что-то чтобы воспитывало В нем мужское Может быть там Где-то турник Надо ему потянуть Какие-то гири То есть в любом Мальчике где-то живет Если отец Его не направляет К этому Не поддерживает То он И таким вырастет Вот И потом И результат Будет такой И потом Эта бедная женщина Его жена Она будет Все на себе Тянуть Почему? Потому что Вот этой модели Как должно быть Он не увидел В своей семье Вот почему семья Это то место Где вырастают Будущие жены И будущие мужья Которые должны Из семьи Видя правильный Хороший пример Они должны вынести Вот это все доброе Что Что заложено Богом И поручено Этим двум людям Папе и маме Вот отец Если справляется Со своей задачей То мама ему А даже если не справляется Мама ему поможет Мудрая жена Она обязательно ему поможет Потому что она его любит То есть и та жена Которая получила Такое наследие Уже должна Просить сверхмудрости Чтобы вывести Такого мужа На Абсолютно На куда-то На тот уровень Который необходим Абсолютно И может быть такое Что за всю свою жизнь Она не найдет ответ На этот вопрос Да? И такое бывает 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 Но это уже как-то Больше похоже на крест Какой-то такой тяжелый Но обратно Таки Мы же Сами выбирать Ну да Так значит надо Поэтому должны радоваться Быть довольны Благодарить Бога И А ведь Жизнь это то время Когда Бог работает над нами И вот для этого Есть семья Где как раз Вот этот процесс Происходит Процесс Не то что там Притирание Скажем И даже А процесс Взросления И духовного становления И вот мы идем По жизни Потом когда детки растут Мы вместе идем Мы вместе растем Я говорю что Они воспитывают нас Мы их воспитываем Вот так продолжается Поэтому вот Мудрая жена Как раз Если она Бога боится Она будет руководствоваться Божьими советами Как правильно поступить Она не промахнется Да А как люди Мы способны ошибаться Как люди Мы способны допускать Какие-то ошибки В своей жизни Но По большому счету Человек Который имеет Личный контакт С Богом И Имеет страх Пред Богом Это Бог Возвращает Это Вот как раз Тем Что Он дает В каждой Конкретной ситуации Правильное решение Вопроса Вот это Мудрость Вроде знаешь Все А вот как Сделать Самый лучший Какой метод Или выход Не знаю Господи Вразуми И Бог дает Вот как раз Вот этой женщине Бог дает Бог дал женщине Столько Сколько не дал Ни одному мужчине Они настолько Выносливые Они настолько Что Вот этот ресурс Их внутренний Что Мужчину остав На один день В женской упряжке Он взводит Он взводит Поэтому Я То что С ними Надо Как с немощнейшим сосудом Все правильно Но Но у них Такая мощь И такая сила И вот как раз Их сила Прежде всего Сокрыта Вот их Женственности И вот В обаянии Перед тем Не может Устоять Не один Мужчина И вот Когда женщина Это пользуется Это же тоже Мудрость от Бога Тоже Мудрость от Бога Вот Она этим Держит его Она этим Привлекает его Она Он ее А она его Вот это Вот эта связь Она Она Прекрасна И Только смерть Таких людей Наверное Может разлучить Спасибо Ну и обычно Мы как-то В конце Разговора Просим Гостя Нашего Дать пожелание Слушающим Слушателям Как бы Наши реальные Положения Сейчас Столько лет Вы вместе Действительно Вы пришли К тому Чему Вы хотели Действительно Ли вы Нашли То Что Искали Действительно Ли вы Построили Тот дом Своей семьи В котором Вы Хотели Жить Я говорю Всегда Своей жене Я хочу С тобой Состариться То есть Другими словами Нам Мы не представляем Жизни Друг без Другого И в этот дом Не хочется Бежать И в этот дом Не хочется Идти Я желаю Чтоб ваш дом Был домом Куда бы Вы всегда Бежали Куда бы Вас всегда Несло Как на крыльях Потому что В этом доме Вас ждут Всегда В этом доме Вас любят Всегда В этом доме Готовы помочь Всегда Поддержать В этом доме Всегда За вас Молятся Переживают В этом доме Ждут Ваших звонков Когда вы Отсутствуете В этом доме Ждут Не вашего А вас Поэтому Я желаю Чтобы Вы не просто Сохраняли То Что вы Имеете А чтобы С каждым Днем Любовь Умножалась У вас В ваших Отношениях Возрастала Потому что Любовь имеет свойство И охладевать Это то состояние Над которым Работают два Человека Любящих Любовь Это движение Навстречу Друг другу Если мы перестали Двигаться У нас Произойдет Крах Проблема Катастрофа Поэтому Те Кто Имеет Семью Я желаю Каждому Скажу По Писанию Мужу Я желаю Быть Блаженным А блаженным Муж Написано Тот Крепко Любящий Господа И Соблюдающий Его Заповеди Вот этого Человека Вот этого Мужа Мужчину Библия Называет Блаженным Вот вам Я желаю Быть Таким Мужья Все Кто Состоит В Браке Всем Женам Которые Состоят В Браке Я желаю Быть Мудрыми Женами Потому что Качество Мудрости Жены Мы Сегодня О них Рассуждали Очень Много Они Напрямую Связаны Есть Бог С Этим Человеком Или Нет Потому что Признак Мудрости Жены Это Когда Бог С Тобой Я хочу Пожелать Всем Сестрам Всем Женам Чтоб Бог Был С вами Бог Будет С вами Тогда Когда Вы Будете С Ним И Вот Этот Бог Будет Вразумлять Вас Наставлять Вас На Путь По Которому Вы Идете И На этом Пути Давать Вам Самое Правильное Решение Любых Вопросов Ситуаций Которые Стоят По Жизни Ну А Тем Кто Одинок Даже Может быть Не одинок А кто Не связан Еще Семейными Узлами Я Желаю Вам Найти Желательно Побыстрее Не Тяните С этим Вопросом Да Есть Сему Своё Время Не Тяните С этим Вопросом Почему Потому Что Мы Сегодня Говорили О том Что Жизнь Очень Коротка А Семейная Жизнь Еще Короче Не Думайте О том Что Вы Вы Учитесь Еще Три Года Десять Лет Учиться А вот Потом Где-то Как-то Это Потерянное Время То Время Когда Вы Можете Жить Вместе Наслаждаться Друг Другом Когда Вы Можете Созидать Свой Дом Когда Вы Можете Просто Быть Счастливы Для То Что Вы Вместе Будете Мучиться Вы Будете Не Жить Я Хочу Вам Пожелать Жизни Жизни Прекрасной В Браке Почему Потому Что Человеку Нехорошо Быть Одному Если Вы Не Просто Тот Человек Который Дал Обе Безбрачия Это Другой Вопрос А так Вы Должны Согласиться С тем Что Человеку Одному Плохо Это Истина Писания Это Истина Жизни И Это Проверенный Опыт Все Таки Двоим Лучше Нежели Одному Пусть Будет Благословена Ваша Жизнь Пусть Будет Она Успешна Ваша Жизнь Пусть Плоды И результат Присутствия Бога В вашей Жизни Будут Видны Прежде Всего Вашей Личной Духовной Жизни Потом Вашей Семье И с Теми Людьми Которые Встречаются С вами По жизни Благословит Вас Господь С Богом Друзья До свидания Дорогие Слушатели Спасибо Большое За внимание Хочу Напомнить Что Беседу Мы Проводили С Братом Вениамином Назарук И беседу Проводила Я Ирина Афичук Церковь Спасения Благословений Вам И вашим Близким